Законодательная норма, обязывающая телеканалы адаптировать для слабослышащих и глухих не менее 5% эфира в неделю, действует с 1 января 2020 года. Требование касается новостных выпусков, кинофильмов, телесериалов и развлекательных телепередач. Вещатели могут исполнять его любым способом. Это могут быть прямые или скрытые субтитры, перевод на русский жестовый язык, бегущая строка и так далее. Цифровая сеть РТРС обеспечивает врезку субтитров в каналы как федеральные и общегосударственные, так и коммерческие каналы. Что это значит? Значит, что люди с нарушениями слуха могут иметь доступ к программам социально значимой информации. С 1 января 2020 года, например, канал Сампо ТВ 360 не менее 5% программ снабжает субтитрами. На телеканалах субтитры создаются отдельными специалистами, трафик-менеджерами. Они следят за тем, чтобы субтитры соответствовали изображению и наращивали общий объем программ с ними. Как выяснилось на первых порах, это дело оказалось нелегким. В январе это было тяжело, потому что мы привыкали, мы разбирались, как это сделать, мы подбирали скорость, мы выбрали вид субтитров, это бегущая строка, то есть чтобы это было читаемо, шрифт. Но, в принципе, мы быстро адаптировались. Сейчас на общедоступном республиканском телеканале Сампо ТВ 360 11% программ выходят с бегущей строкой для слабослышащих. Норма соответствует положениям Конвенции ООН о правах инвалидов от 13 декабря 2006 года и согласуется с государственной программой «Доступная среда». Программа направлена на создание полноценных условий для интеграции людей с ограниченными возможностями в общественную жизнь. Со стороны государства за исполнением этой нормы следит Роскомнадзор. В этом году, в 2020, нами было проведено два контрольно-надзорных мероприятия плановых систематического наблюдения в отношении вещателей, в контексте которых проверяется данное требование, в том числе и вашего канала, и, соответственно, нарушений нашим управлением не было выявлено. В 2011 году в состав мероприятий программы «Доступная среда» вошла организация скрытого субтитрования телевизионных программ общероссийских обязательных общедоступных телеканалов. За 9 лет объем субтитров на этих телеканалах увеличился более чем в 4 раза – с 3000 часов до 13. Алексей Неживенок, Владимир Волотовский, Служба новостей. Субтитры создавал DimaTorzok